М-м-м-м. М-м-м-м. Или флай, потому что это будет чуть-чуть попозже. А сегодня мы с вами залезаем в бета фотошоп, который меня очень сильно удивил. Поехали. Но для начала нам нужно установить эту бетку, а это вы сможете сделать только если вы себя хорошо вели, слушались маму, мыли руки с мейлом и у вас лицензионная версия фотошопа Открываем Creative Cloud, идем в нижнюю вкладочку бета APPC и здесь у нас будет фотошоп бета Он у меня уже установлен, поэтому я его просто открываю, ну а вы соответственно устанавливаете Возьмем вот такой кадр с инкой и затестируем новый инструмент Он находится между инструментами Spot Healing Brush Tool и Healing Brush Tool, называется он Remove Tool по-английски, по-русски скорее всего будет какой-нибудь неистовый хитрожопый удалятель Если вы его здесь не видите, то вам нужно нажать вот на этот банан, три точки, выбрать Edit Toolbar и нажать на клавишу Restore по дефолту Remove Tool работает как простой Healing Brush Tool, то есть вы можете замазать какой-либо объект и он исчезнет из вашего кадра Фотошоп проанализирует соседние участки и попытается простроить ту же самую текстуру, паттерн, который по идее должен находиться здесь Интерес заключается в том, что этот инструмент работает намного более совершенно и намного более точно, нежели простой Healing Brush Tool К примеру, замазав эту вывеску, у нас остается отражение столба Я могу пойти более сложным путем и замазать вот это кресло Фотошоп проанализировал соседние области и замазал кирпичами с сохранением паттерна Давайте быстренько и ножки пробежимся Бух! Я считаю то, что этот инструмент отлично замазал и на это я потратил 30 секунд А теперь давайте попробуем замазать этот стул с помощью инструмента Spot Healing Brush Tool От нас требуется абсолютно аналогичное действие Мы с вами берем и закрашиваем с помощью маски этот стул Бум! Но разница неба и земля Это Healing Brush Tool, это Remove Tool Отличие Healing Brush Tool от Remove Tool в том, что Remove Tool работает чуть более умной Здесь используются другие алгоритмы анализа окружающего пространства И что самое крутое, это конечно же, то что информация переносится с сохранением окружающего паттерна Мне даже сложно представить, насколько облегчает работу реально каким-нибудь ретушером Свадебным фотографом, которым нужно на тысячи фотографий на заднем плане убрать вылезающую какую-нибудь непонятную хрень Которой в кадре быть не должно Мы просто берем, закрашиваем это все дело вот такой грубой маской И смотрим, что получается Бабах! Окей, какой-то косячок, давайте еще раз Тун-тун-тун-тун Если где-то не совсем хорошо прокрашивается, можно несколько раз промазать этим инструментом И он доведет непрокрашенные зоны практически до совершенства До, после, до, после На что стоит обратить внимание, это на верхнюю зону, где у нас появляются две вкладочки Sample All Layers и Remove After Each Stroke Первую галочку можно не трогать, если вы работаете на физическом слое и воздействие вам нужно производить строго на этот слой Но если вы создаете полностью пустой слой, то тогда, если вы хотите произвести какое-то воздействие, уже нужно нажать на галочку Sample All Layers И тогда Remove Tool будет просто-напросто информацию копировать Потом вы можете с помощью зажатой клавиши Options клацнуть на глазики И зона, которую вы создали, будет отдельно на пустом слое отображаться Лично я работаю на полностью сдублированном слое, поэтому я его оставлю Давайте назовем его Remove Tool И попробуем с вами закрасить эту лестницу Как это сделать лучше всего? Понятное дело, если вы будете короткими участками пытаться вот так вот закрасить Это будет не совсем точно Иногда Remove Tool будет тупить и простраивать вам дополнительные вот такие артефактные штуки Это будет не совсем хорошо Для этого есть галочка Remove After Each Stroke Эту галочку мы с вами убираем И теперь для начала вы можете спокойненько нарисовать аккуратненько масочку Инструмент не будет сразу продумывать исправление Он будет давать вам возможность сначала нарисовать маску А уже потом на общую прорисованную маску продумать новое пространство Сейчас я на всю лестницу наложу эту фиолетовую маску Постараюсь минималистично залезать на тело Если у вас много вот таких прямых линий То легче всего, конечно же, использовать пространение линии через постановку двух точек Начинающий и завершающий рисунок Рисуете жирную точку сначала здесь Потом с зажатой клавишей Shift клацаете вот сюда И у вас по этой линии простраивается маска Рисуете точку здесь и с зажатым Shift далее клацаете сюда И так можно простраивать линии по всей лестнице Оп, отлично И здесь Здесь я также тень замажу Она здесь не нужна С волосами нужно быть более аккуратным, но ничем Что-нибудь додумает Никто не мешает изменять размер кисти Готово После того, как мы замазали маску Нажимаем на галочку сверху И Photoshop продумывает, что же там должно быть без лестницы Вот такая штука у нас получается Конечно, с трусами он немного кривоват, это все сделал На самом деле вот эту лямку можно тоже убрать И мне хотелось бы вот эту линию еще тоже более или менее выровнять, поэтому я поставлю галочку remove after each stroke Несколько итераций, несколько прорисовок, просто-напросто промазюкаю эту часть И также вот здесь тоже кривовато получилось, поэтому можно немножко белье расширить Как вы видите, несколько итераций прорисовки по одному и тому же участку Перерабатывает каждый раз эту область И пытается Photoshop придумать что-то новое, как-то по-новому перестроить линии Это здорово, это можно использовать и через несколько итераций получить намного более хороший, более точный рисунок До, после, до, после Недавно я записывал видео о семи фишках в частотном разложении В том числе я рассказывал о том, как замазывать татуировки с помощью частотного разложения Так вот инструмент remove tool сейчас начинает творить то, зачем в принципе уже не нужно в некоторых участках использовать частотное разложение Это элементарное удаление татуировок Выделили объект, замазали и все И татуха ушла То же самое работает с более сложными участками Просто Мы можем выходить за пределы рисуемой области Сейчас я на боди залезаю своей кистью, но прорабатывается рисунок вполне хорошо Как инструмент remove tool справится с этими паттернами, белыми точками на бодике Замазываем все это добро И как видим, точки исчезли Нехорошо фотошоп, нехорошо Давайте улучшайте свой улучшайзер Нистовый хитрожопый удалятель, чтобы здесь все это работало замечательно Очень надеюсь, что они его сделают лучше И он, конечно, вот эти мелкие паттерны будет увидеть намного лучше Но на открытых частях тела, согласитесь, он справился просто великолепно Потратив время лишь на обтравку закрашиваемых объектов Я получил вот такой результат Согласитесь, выглядит, опять же, очень-очень хорошо На данный момент этот инструмент не будет ультимативным для каких-нибудь крупных продакшенов Потому что всегда есть фотобаш, всегда есть различные частоточки стейбл дифьюжены с прорисовкой в объект Никто с этим не спорит Но если человек занимается какой-то быстрой ретушью Реально, там, не знаю, вы на свадьбе фотографируете И вам нужно на 50 фотографиях быстренько удалить на заднем плане какую-нибудь херь Этот инструмент просто пушка У него есть свои минусы Сейчас они, конечно же, бросаются в глаза Если замазываемый объект находится где-то в центре Между несоответствующими паттерну участками К примеру, мне нужно удалить эту корзину И мне нужно брать текстуру извне Инструмент Remove Tool будет работать кривовато Ну, он просто, опять же, не подтянет эту информацию И придется в несколько итераций вот это пытаться все удалить На данный момент, к сожалению, он не умеет определять Что именно за объекты расположены в кадре К примеру, если я нарисую такую линию Он ее, понятное дело, с легкостью удалит Но как только линия переходит к каким-то более Ну, вроде для нашего восприятия простым вещам Мы понимаем, что здесь глаз И этот глаз можно было бы продлить Там, элементарный Stable Diffusion с InPaint Там, спокойно с этим справиться Но вот, к сожалению, на данный момент Remove Tool Это делает кривовато То есть я замазываю эту область Аккуратненько выделяю все пространство И, как видите, здесь он, ну, не совсем хорошо Это все дело дорисовывает Опять же, для этого нужно просто проанализировать Увидеть в кадре лицо И дорисовать по определенным алгоритмам Которые, к сожалению, пока что просто-напросто не написаны Но ничего, это всего лишь бета-версия Photoshop Я очень жду следующий релиз, когда полноценно интегрируют Эти нейронки в нативные инструменты Это будет очень классно Еще в бета-версии Photoshop мне понравилось новое контекстное меню Которое появляется в нижней части выделенной области К примеру, вы выделяете с помощью лосо какую-то область И сразу же появляется контекстное меню В котором вы можете создать маску Либо создать корректирующие слои Убрать выделение И использовать изменения выделенной области Вы также ее здесь можете трансформировать Это удобно Раньше нужно было лезть наверх в селект И вообще, насколько я знаю, мало кто знал про то Что выделенную область можно с помощью Transform Selection Трансформировать Сейчас с помощью этого контекстного меню Мы можем быстрее обтравливать объекты Удалять задний план Удалять объекты из фотографии К примеру, нажав на клавишу Remove Backgrounds У нас сразу Background улетает Либо выделив все через Select Subject Сам объект Мы его можем удалить через заливку с учетом содержимого Через Fill Content Away Либо через новое контекстное меню Content Away Fill Можем залить Если мы зальем напрямую То, скорее всего, у нас опять же будут появляться вот такие артефакты Потому что обтравка происходит в точности с контуром модели Но благодаря новому контекстному меню Вы нажимаете на клавишу с кисточкой Далее Expand Selection Раньше мы с вами ходили в Select Modify Expand Selection Расширяем область выделения на несколько пикселей А дальше уже через Content Away Fill Все это дело заливаем Вот эти самые маленькие элементы Которые разработчики добавляют для того, чтобы ускорить ваш процесс обработки на полсекунды Это очень ценные вещи Потому что когда вы делаете на потоке очень-очень много фотографий Полсекунды, потраченные на то, что вы тянетесь куда-то туда наверх-налево При большом количестве фотографий уже превращаются в конкретную потерю драгоценного времени Зачем нам это нужно? Приведу на собственном примере Я не использую клавишу создания маски У меня есть клавиатурное сочетание Я специально запрограммировал шорткат на Command-R Чтобы при нажатии на этот шорткат у меня создавалась маска Я никогда не нажимаю на вот эту кнопку создания маски Это действительно удобно Поэтому, фотошоповцы, спасибо вам большое То, что вы не сидите на жопе ровно, а делаете что-то интересное Ну а инструмент Remove Tool я смело называю инструментом Позволяющим на вашей модели без регистрации SMS Быстренько удалить труселя Шик-блеск Почему это обновление так важно? Не только потому, что фотошоп теперь за пару секунд может снять трусы с модели А потому, что здесь прослеживается здоровая конкуренция Которая подстегивает разработчиков придумывать что-то новое Интегрировать нейросети в свое программное обеспечение Stable Diffusion и Midjourney сторонние нейронки Они творят чудеса Они позволяют получить фотореалистичные изображения по простому промпту Но в большинстве случаев они сейчас используются по фану Для TikTok, Instica и в исключительных случаях для серьезных продакшенов А теперь представьте, что все возможности Весь функционал Midjourney и Stable Diffusion будет доступен в фотошопе С помощью нативных инструментов, без установки дополнительных плагинов Это же будет бомба просто Ну, частично адобовцы уже начинают интегрировать все эти нейронки сюда К примеру, Remove Tool тому подтверждение У них также есть своя нейронка Firefly Очень-очень сырая, но все же своя О ней я запишу обязательно ролик И чтобы не потеряться, поставь лайк этому видео Подпишись на канал Мне будет приятно Увидимся